Продолжение следует... В селе Шурышкары, расположенном на левом берегу реки Малая Обсть, населением 795 человек, в апреле 2016 года Виктор Иванович В. 65 лет, проработавший слесарем-ремонтником буровой установки и бывший заядлым курильщиком, вот уже 6 месяцев периодически испытывал примесь крови в моче со сгустками. Связь села с большой землей осуществлялась только на вертолете, который летал не чаще одного раза в неделю. Виктор Иванович не отмечал аллергических реакций, не переносил операции на брюшной полости и ввиду удаленности лечебных учреждений и внутреннему чувству оптимизма на проблемы со здоровьем предпочитал внимания не обращать. Однако в апреле 2016 года любимая дочь Лида все-таки уговорила отца полететь на обследование. Организовать поездку было сложно и нужно было заранее все предусмотреть. Вот такой наш пациент. И соответственно первые симптомы полгода назад, апрель 2016 года, и первый вопрос, на который хотелось бы ответить совместно, какой объем обследований мы бы назначили этому пациенту. Если можно, может быть Мария Владимировна передвисовать этот вопрос. Как бы вот в вашем случае вы бы поступили с таким пациентом, учитывая, что мы его можем встретить один раз и нужно сразу же может быть... Да, я тут уже начала рассчитывать вероятность того, что в течение 90 дней у этого пациента произойдет диагностика его заболевания с учетом посещения вертолета этой областью. Кровь в моче... Вы как будто там были, Мария Владимировна. Украине, Север? Нет, не было. Я просто рассчитываю. Первый момент. У него имеется интермитирующая макрогематурея. В перечень обследований по стандартам, помимо всяких общих анализов у нас, при видимой макрогематуреи рекомендуется выполнение цистоскопии. Все-таки я бы, наверное, первый объем обследования начала с визуализации. Самое доступное – это цистоскопия, посмотреть глазом. Может быть, еще какие-то... Сергей Александрович, у вас какие предположения? Что бы еще вы рекомендовали сразу же, не дожидаясь цистоскопии, может быть? Я бы начал с визуализации путем лучевой диагностики. Компьютерная томография, КТ-урография, ведь гематурия – это может быть и верхние мочевые пути, например. Вы при верхних мочевых путях всегда назначаете сразу обследование на верхние мочевые пути при первичной макрогематурии? Это в стандартах. Сразу КТ в брюшной полости при первичной макрогематурии? У пациента с факторами риска, посмотрите, 45 лет, одна пачка в день. 65 лет. Ой, 65 лет, да, куриц 45 лет, одна пачка в день. У него все факторы накопились, буровая установка. Однозначно. При первичной макрогематурии КТ в брюшной полости. Ну, действительно, существует риск гипердиагностики, действительно, мы должны экономить деньги здравоохранения, с одной стороны, да, и на все подряд отправлять, наверное, может быть и не очень разумно. Ну, давайте перейдем дальше. Можно померю своих телег? Мне кажется, лучше начать с ультразвукового исследования. Дешево, быстро, сердито. Тем более, наш герой, он по врачам не ходить, и сразу пугать его цистоскопией и компьютерной томографией, мне кажется, сильно круто. Понимаете, в чем дело? Все равно при любом исходе УЗИ мы придем к КТ или МРТ. При любом, если мы ничего не увидим, у него гематурия, да, и, вот, в общем-то, ситуация, которая требует прояснения. А цистоскопией заканчивается всегда обследование, как максимально в этом случае инвазивным обследованием цистоскопии заканчивается диагностика. А диагностическая ценность КТ малого таза и ультразвуковое исследование мочевого пузыря, как это сравнить? Мне кажется, УЗИ мочевого пузыря не менее диагностическая ценность, чем КТ. Давайте слово Гене Валерьевичу, оно уже долго стоит. Сергей Александрович, да, я хотел прокомментировать. Мы сразу, как онкологи, ищем онкологические проблемы, но, в конце концов, никто же не исключает камень мочиточник, камень мочиточник, это, значит, лоханочная система. Поэтому УЗИ, я считаю, это самый простой и надежный способ, который... Безболевая гематурия, я правильно понял? Да, безболевая гематурия. Хоть безболевая. Знаете, сколько таких случаев? В течение шести месяцев. Да, гематурия, с камнями ходят, и люди ничего. Поэтому люди очень терпимые, судя по работе ко всему. Поэтому УЗИ, наверное, оптимально будет. Не знаю, еще раз, в течение шести месяцев гематурия? Да, в течение шести месяцев, периодически гематурия, иногда даже со сгустками. Мне показалось, я послышался, и вы меня почти переубедили, но нет, не переубедили. Ну, я, Владимир, какой-то ящик пандоры вскрыт. Давайте продолжим тогда слушать. Да, пациент все-таки попал на прием онколога своего районного. Ему выполнили минимум обследований, который, в принципе, сомнению не подлежит. Выраженной анемии у пациента не было. Креатинин был незначительно повышен. Скорость клубочковой фильтрации была у пациента удовлетворительная. Удовлетворительный статус. Не было выраженного избыточного веса. Из-за объективного осмотра на себя обращал внимание плохой слух у пациента ввиду того, что он работал на буровой установке. И в связи с этим ему рекомендовали консультацию от риноларинголога. Из сопутствия еще болезни у него выявлена была гипертония и хроническая сердечная недостаточность в первой степени. Конечно, учитывая, что пациент проживал далеко, онколог открыл клинические рекомендации современные и начал пациента сразу же обследовать по полной. То есть назначил ему весь объем возможного обследования. Начал он с ультозвукового исследования. При УЗИ не было выявлено расширения чешной лоханочной системы. Однако в мочевом пузыре были выявлены экзофитные образования до 4,5 см. В дальнейшем пациенту выполнена внутривенная урография, которая тоже подтвердила отсутствие дефектов контрастирования в верхних мочеводящих путях. Пациенту также было выполнено ИКТ еще брюшной полости, грудной клетки, естественно, которая тоже отдаленных очагов не выявила. А давайте посчитаем лучевую нагрузку, которую он получил по и внутривенной рентгенской урографии, КТ урографии. Еще время какое-то заняло на получение талончика на УЗИ. Ну вот все это могло замениться одним КТ. Вы нашли рекомендации, что пишет Мария Владимировна? Одним КТ чего? Как минимум уже две зоны, это брюшная полость и малый таз. Это уже две зоны. Это уже две зоны лучевой нагрузки. Совершенно верно. 7 млзивертов. Вы посчитали? Нет, я знаю. Да, перед врачом приема всегда встает вопрос, что ты должен сейчас дать именно то, что ты должен. Второй раз навряд ли он тебе зайдет, поэтому наш онколог, конечно, поступил максимально. Единственный шанс увидеть пациента, он решил воспользоваться по максимуму. И также пациенту назначил магнитно-резонансную томографию малого таза, на которой то, что мы увидели, конечно, по плану было, чтобы нам специалист лучевой диагностики помог расшифровать. Но учитывая, что мы этот доклад уже проговорили, сразу скажем о том, что в мочевом пузыре было выявлено множество, ну, больше пяти штук экзофитных образований, лимфоузлы региональные не были увеличены, и по данным МРТ мышечный слой опухоли этими образованиями не был поражен. Следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, нужна лицископия и биопсия данного пациента, учитывая тот объем, который мы уже выполнили обследовании. Сергей Александрович, коснусь частично этого вопроса в предыдущем докладе, но все же у нас, допустим, есть такой опыт рутинного выполнения цископии в онкодиспансере. А как у вас? Немножко опережу, Сергей Александрович, если мы уже выполнили все методы лучевой диагностики, то от рутинной цистоскопии можно отказаться. Да, так гласят рекомендации, но однако эти образования могут быть сгустками крови, мы нередко сталкиваемся с ошибками диагностики МРТ, ну такое бывает. Плюс выполнение, ну согласно, скажем так, таких классических принципов, без морфологического подтверждения диагноза начать лечение тоже нельзя, вот есть и такая догма в некоторых онкодиспансерах. У нас комментарий, Екатерина Владимировна. Да, у меня больше даже вопрос к президиуму. Если у нас опция в рутинной практике, зная уже такой объем опухолевого поражения, использовать цитологическое исследование мочи и назначили ли мы бы нашему пациенту до проведения лучевых методов диагностики? Можно я отвечу? Ну, цитологическое исследование мочи мы же в Тюмени сейчас находимся, да? В Тюмени мы делаем крайне редко, только для поиска КТ-негативных опухолей верхних мочевых путей. И то это такое исследование отчаяния. Ну, получишь ты клетки, и что? Что-то поменяется? Ну, не получишь ты эти клетки, и что? Тоже что-то поменяется. Поэтому цитологическое исследование мочи, мне кажется, это уже далеко ушедшее. Еще три месяца назад, Кайк Саркисович, могло что-то поменяться, потому что цитологическое, позитивное цитологическое исследование мочи могло быть основанием для того, чтобы мы получили квоту на этого пациента. Транссультуральную резекцию, это была операция ВМП, УМС-ВМП. Сейчас они ушли и оттуда, и оттуда. Сейчас это СМП-УМС. И да, вот конкретно у этого пациента ничего не поменяется. Ну, цитологическое исследование, кстати, может нас обязать к рандомной биопсии мочевого пузыря, насколько мне изменяет память рекомендации, говорят сейчас. Ну, не у этого больного. Ну, не у этого, конечно. Вообще, в принципе, да. Ну, в общем, наш онколог оказался привержен всех максимальных стандартов обследования, и все-таки выполнили ему цископию и щепковую биопсию, по результатам которой мы можем видеть популярные структуры с минимальной, ну или без клеточной АТП, уротели утолщены, редкие метозы. А поможет нам в морфологической диагностике разобраться Анна Сергеевна Артемьева.